Агнец Божий Который берет на себя грехи мира Мы видели, как крестился Иисус Ну и видели, в смысле, глазами сердца Как крестился Иисус И вышел из воды тотчас И разверзли сему небеса И дух, яко голубь сошел Возвещая, если хотите, прекращение потопа То есть это параллельное место С рассказом книги Бытия О потопе всемирном И голубь возвещает мир и милость И дух святой помазывает Иисуса на Иордане А отец говорит, что это любимый его сын Потом Иисус уходит в пустыню И мы смотрим ему в спину Провожаем его взглядом И потом обращаемся к Евангелию от Матфея Если хотите, к Марку или к Луке Значит, такое, что же там было Значит, он там искушаем сатаною Проводит 40 дней Пустыня – это мистическое место В библейском сознании Поскольку с пустыней связано Путешествие Израиля Из земли рабства В землю обетования В землю текущую молоком и медом Поэтому Мессии нужно Духовно пройти весь путь Израиля Он и обрезывался по закону Восьмой день Значит, и он приходит К пророческому голосу Иоанна Потому что надо так исполнить Всякую правду Там же написано, что пророка Как меня воздвигает Господь того слушайте И надо было очень бояться Не прослушаем ли мы кого-нибудь пророка Который похож на Моисея Поэтому все шли И Иисус пошел Значит, и он заходит в пустыню Пустыня – это не географическое понятие Пустыня Библии – это место, где нет цивилизации То есть пустыней может быть густой лес Как наши подвижники русские, например, говорили Там в духовных стихах О, прекрасная пустыня Прими меня в свою густыню То есть в густой непролазный лес Там в чащу залазит преподобный Сергий Радонежский Варфоломей тогда еще, да, отрок, юноша Вот, это для него пустыня Там нет никого Что находит в пустыне человек? Находит человек в пустыне дьявола В этих пустых местах В том смысле, что Когда мы живем в многолюдстве В городе В цивилизации Тогда через музыку Сплетни, шутки, болтовню Куплю, продажу Соседей и друзей А сегодня при помощи средств массовой информации При помощи гаджета Какого-то там телефона, телевизора Что-то там еще Лукавый вполне удобно вращает нашими мозгами Вертит ими как искусный жонглер Ему не нужно являться к тебе непосредственно То есть это слишком большая роскошь Для человека и так находящегося в сети Как птичка И вот нужно выйти из мира Как говорит Писание Выйди от них, народ мой Отступите от среды их И осветитесь Как бы ни чистоте не прикасайтесь И уход в пустыню Это если хотите Некое неизбежное Такое внутреннее путешествие Любого верующего человека Когда ему вдруг мерзит Информационный шум И ему стыдно смотреть и слушать На то, что он еще вчера смотрел и слушал Потому что нет в этом ни жизни, ни смысла Ему нужно уйти в некую пустыню Где он встречает отнюдь непокой Покой потом будет А вначале он встречает собственные страсти Потому что из него в пустоте Когда нет никого Из него вылазит все, что спит в нем Из него вылазят самые разные Фантазии и страхи Похоти и желания Все это лезет из него Как фарш из мясорубки И человек начинает сходить с ума От самого себя От ужаса того, кто он есть на самом деле В этом смысле пустыня терапевтична И она дает человеку узнать, кто он такой есть Трус он или не трус Значит, имеет он злобу на кого-нибудь или нет Потому что в пустыне как раз воскрешаются Прежние обиды, прежние злобы Во Христе всего этого нет Во Христе греха нет Поэтому, приходя в пустыню Он сразу находит там дьявола Ну, к концу сорокого дня Он же, собственно, и бывает там в пустыне Примерно срок, который евреи ходили по пустыне Только год за день Есть такой принцип День за год или год за день В Писании Значит, вот он сорок дней проводит Как сорок лет странствия К нему приходит, в конце концов, искуситель Он приходит к каждому человеку Поскольку враги человеческие Это мир, плоть и дьявол То человек, если ушел из мира Ушел из мира Мир больше не тревожит его Ни лентой новостей Ни показами моды Ни слухами, ни сплетнями Ни угрозами новой войны Ни новыми штаммами коронавируса Мир просто его не тревожит Он ушел оттуда Плоть Если человек постится в пустыне Не ест, не пьет, спит на сухой земле По сути, он постепенно измождает свою плоть И эта плоть, как покорная Начинает слушаться его Покоряется духу Если все получается правильно То тогда остается дьявол И он приходит к человеку И вместо мира ты получаешь войну Пустынные жители в телесе ангелы Это люди, которые приходили в пустыню, чтобы воевать Так было с Антонием Великим Так было с Симеоном Столпником Так было со всеми людьми Которые уходили в пустые места От цивилизации И в этих пустых местах Смеряли плоть свою И там потом к ним приходил Третий и последний враг дьявола И приходил к ним с тремя орудиями Которые предложил Господу Иисусу Других орудий у него нет Об этих орудиях нам придется поговорить Подробнее чуть позже Не в сегодняшний день Потому что этими же орудиями Воюют и против нас Повторяю, других орудий нету Христос ушел в пустыню Для того, чтобы совершить духовное борение И там нанести дьяволу первый удар в истории Который дьявол получил по-настоящему от человека Христос для того и стал настоящим человеком Чтобы человек, не Бог величеством своим А именно человек в лице Иисуса Бога-человек Человеческой рукой, человеческим языком Человеческим умом Отверг все соблазны И посрамил впервые всемирного обманщика О том, чем он пытался уязвить Христа И чем он уязвляет нас Мы по необходимости поговорим в следующий раз До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok